Пришло время менять масло. Поставил мото-буксировщик наклонно, чтобы перед был вверху, чтобы масло легче все сбежало. Так, и теперь буду пробовать спускать, сливать. Так, сейчас сначала я ключ подберу, чтобы не быстренько. Так, не знаю, видно, не видно. Вот с этой пробки у нас сливается масло. Так... Ага. Сложно и открутить. Вот так. Ну и предварительно прогрел мотор. Для того, чтобы без проблем наслить, я вот приспособлен такое сделал. Приспособление вырезал. Не знаю, как получится. Не пробовал. Но оно вот так оставляется. Плотненько. И... Вот еще раз. Вот так плотненько оставляется. И когда пробку я откручу, масло должно вот сюда, по наклону, по этой штучке, по этому желобку. Уйти вниз и не замарать ничего. Вот так буду пробовать. Так, ковшик поставил сюда. Все скручиваю. Так, почти что. Сегодня у нас тепло стоит. Работает одно удовольствие. Минус два всего лишь. Ну все, почти что. Почти открутил. Вот так. Ну все равно маленько там бежит. Так, рукавица что ли пока бросить. Но основная масса. Маслица черненькая. Да. Основная масса все равно сюда уходит. А там маленько подтиру. И все будет нормально. Не снимать же мотор. Очень неудобно конечно сделано. Сливать. Так. Ну вот почти что все. Сейчас тряпку принесу. Выдеру. Сейчас остатки там не вычеру. Не так много вышло. Так еще шайбочка. Сейчас мотор прикатался. Работает совсем по-другому. Не стало его так сильно колотить, трясти. Чистенько тянуть вообще стал хорошо. И греметь перестал. Вот масло сейчас заменю. Потом еще так же на литров 20 бензина скатаю. Посмотрю еще раз может заменю. Потом уже можно будет как-то периодичность увеличить. Пробка конечно очень сильно туго затянута. Так же подтяну ее хорошо. Вот так. Ну теперь масло. Вот смотрите пробка. Заливаем масло. Масло заливать. Тоже она как неудобно. Вот как его залить. Тоже какое-то приспособление там сейчас. Сооружу быстренько. Так вот сейчас. Буду масло заливать. Попробую. Приспособление сделал. Такое мало-мальское. Так масло мне посоветовали вот такое вот взять. Лукойловская. Температура хорошо держит вообще. Ну как взял пока. Две бутылки взял. Сейчас литр вылью. Потом уже на ровное место встану. Так можно вот туда займать. На ровное место встану и там еще до уровня доведу. Так ну. Пробуем. Так. Так вот мне. Ставит. Ставит. Так. Как-то надо залить. Или попробовать так может быть мелкой струйкой. Тоненькой струйки может пойдет. Вот это взорвалась. Так. Что попробую сначала так. Так. Аккуратненько-аккуратненько. О. Нормально. Лишь бы там хорошо сейчас залилось. Но выливается очень аккуратно как раз хорошо. Удобно. О. Теперь спокойненько она вошла. Бутылочка эта. Так. Подождем маленько. Чтобы сбежала. Последний капель. Так сказать. Посмотрим на щупу. Вот она полная там просто. Все. Уже через верх переливается. Не надо торопиться. Главное. Сторопщищаться. Получается. Так. Вот. Масло залил. Приспособление такое. Нашел там дома меняли трубу. Подачу. Попробовал. Чтобы конец подточил. Ну короче. Залил нормально. Так. Теперь это у меня. На доливку. Сейчас я еще. Кое-что покажу. Еще одно важное. Мероприятие. Которое рекомендуется делать. Как можно чаще. А желательно. Перед каждым выходом. Выездом. На дорогу. На речку. Я сначала. У меня вот этого. Такой вот не было. Я просто маслом. Баночку налил. Кончиком капал. Маслом. Ну вот она. Завивается. Грязь. Мне в том посоветовать. У меня соседа держит тоже. Такую же. Такую же. Мотособаку. Он говорит. Вот этого. Силиконовая смазка. Очень хорошо. Она работает. И нужно вот так сделать. Вот одеваете. Вот смотрите. Тут вот здесь ползуны. Вот они. Они постоянно в работе. Вот. Это надо смазать. Любим. Любим. Так. Тут смазать. Ну я маленького здесь. Подмазываю. Вот. Вот. Вот это вот места. Он даже видно здесь. Работает. Помаленьку с силиконовой смазкой. Здесь. Тут. Тут. Тут она вот как пропитывает. Так. И. Вот сам бал. Он прямо растекается. Павалу. Это интересно. Так. Как ВДшка. Это тоже растекается. Сразу вся. Так. Цепь. Цепь. Естественно. Вот. Цепь. Я не знаю. Вот. Ее. У меня постоянно. Полностью не получалось. Ее. Промазать. Вот так. Сколько мог. Сколько могу. Короче. Достать. Чуть-чуть промазываю. На следующий раз. Тоже вот я уже недавно подтянул. Ослабло. Ничего сейчас. Нормально. Так. Теперь вот с этой стороны. Вот эти вот кулочки. Кулочки. Сухарики как их называют. Вот они тоже двигаются. Вот их. Сам этот вал смазывается. Вот. На этих вот фиговинах. Тут их три штуки. Легко подмазать. Чтоб дольше ходила. И все. Вот это когда первый раз купил. Я же сначала не знал. Что это надо мазать. Я сделал мне так грубовато. Грубовато. Потом мне сосед говорит. Ренат. Он короче подмазал. Посмотрел. А ты это делал? Нет. Он от себя принес. Смазал мне. Разве блин по другому стал работать. Думаю нифига. И потом после этого я вот купил эту фигню. Постоянно мажу. Работает отлично короче. Не знаю может еще где-то надо мазать. Ну. 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 Ну я вот мажу цепь и вот эти вот штучки. Сухарики все эти. Вот еще мне кажется где-то вот здесь вот надо. Потому что мне один раз. Ну ладно это дома было. Приехал утром. Нет. Не утром. Я что-то вечером не знаю что-то хотел. Начал заводить. Не фигню кручу. Она у меня это. Свободно. Не цепляет. Не понял. Думаю что за фигня. Блин. Врызгает туда куда-нибудь. Зажигание не дай мне покажу. Ну а завести надо. Начал стартер включать. Блять. Стартер не работает. Ничего не могу понять. Не тут не могу завести. Короче. Не со стартера. Вот за раз одно случилось. Думаю вот это. Сейчас бы я на речке был. Вот это была бы труба. Ну пошел. Взял фен. Феном он здесь разогрел. Туда вовнутрь потихонечку аккуратненько. Красно. Она стала работать. Короче завел. Поработал. Начал стартер включать. Стартер работает. Блин. Вообще непонятно что за ерунда. Вот так вроде все провода все на месте. Все пощупал. Короче непонятно. Ну а так техника ребята я вам скажу. Вообще классная. Вот с этим мотором двадцатка. Он просто чудо короче. Он идет как это не знаю. Вот сегодня я уже масло сменил. Сейчас обкатка у меня можно сказать прошла. Завтра попробую попухляку прогнать. Маленько я уже пробовал. Идет. Но я пробовал как нечаянно. Просто в дороге меня снесло. Деваться было некуда. Я это попухляку проскочил. С телегами совсем. С карбом. Все нормально было. Ну а сейчас обкатку прошел. Сейчас думаю я ему попробую дать испытание маленькое. Сделать испытание небольшое. Попухляку. Где по глубине. Там глубина у нас по поясу. Наверное снегу наметает. Наезжу. Наезж. Едешь в лесу. Постоянно метет через поле. Там переметы. Ну кто видел мое видео. Там я кое где показывал. Где езжу. Можно будет посмотреть. Так ну теперь ничего осталось. Я хочу клапана посмотреть. Регулировать. Правда сосед не сказал. Не надо трогать. Ну а это. На сайте кто на ю тубе смотрел. Там говорит. Надо после обкатки. Надо обязательно посмотреть. А вдруг что-нибудь. Один клапан какой-нибудь пережат. И будет труба. Потом. Так что. Я думаю это не долго сделать. Открутить щуп. У меня есть. Щупом проверить. И все. И можно будет дальше двигать. Так. Сейчас. Сегодня проверю все болты. Все подтяну. Так вроде мы ничего. Пока нет. Еще конечно чехол для него. Хотел я его поставить. Но мне кажется он не родной. И так и сяк я его вставлял туда. Бесполезно. Хотел обменять. Поехала на фирму. Молотомер Ижев. Приехал. Он говорит. Нет. Это говорит. Как раз на двадцатку идут. Я говорю. Не может быть как на двадцатку. Если он. Его не так. Не сяк. Не поставить. И говорю. Что если. Там даже сверху нету этого. Для того чтобы заливать бензин. Нету этого окошечка. Так что вот как. Как что. Для чего. Не знаю. Ну в принципе можно будет попробовать. Я сейчас ключу принесут. Попробую снять. Показать на видео. Точно. Точно. Так я и сделаю. Слечу потом. Этому товарищу. Менеджеру. Можно будет поканать. Так. Ну ладно. Масло я сменил. Про кое-какие нюансы. С отмазкой поговорили. Где мне останется клапана отрегулировать. Клапана отрегулировать. Попробовать. Чехол надеть. Все таки. Я думаю что весьма замерзла там фигня. Потому что снег попадает. Чехла нету. И оттаял и намерзл где-то там. Пропробовать. Не цепляет. Короче. Вот так вот. Ну ладно. Ладно. Пойду сейчас за чехлом. Ну вот и чехол принес. Так. 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 Попробую я теперь его одеть. Сказали что это он. 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 Это от двадцатки. Ну красивый. Хороший. Плотный. Он мне сказал вот так его одевать. Ага. Ребят. А как? Ну вот смотрите. Вот она ручка. Да? Вот она ручка. Ну что на выхлопнуешь же ты не будешь натягивать. Все хрики узнает. Карман какой-то. Ну вот здесь может быть вот так вот. Трос. Куда трос? Ничего не понимаю. Что? Он сгорит нафиг сразу? Ну ручка вот ладно. Так. Ручка подходит. Этот кармашек для чего? Ага. Понял вот это. Может быть да? Так. Он даже. Сюда и близко не подходит. Ну как ребят. Ну нет. Ну точно не он. Вот так если даже я оден. Так вот так. Ни хрена это не оно. Что-то для чего? его. Вот смотрите. Воздухан. Еще мимо Воздухана что ли? Ну никак. Так. Вместе с ним. Вместе с ним. Он по идее вот так вот должен одеваться. Их он не хочет. Полтавый чат да? Нет. Синец. Тру new. Но. Немен сто процентов он не подходит. как вот ничего не понимаю и представлять не нужно даже я его как-то завяжу заправлять да нет это точно не оно то есть нет него вот надо будет опять вести пульс возврат или что не знаю хотел рассказать это мне менеджер сказал когда при покупал что нужно сделать фильтром потом я увидел и на этих на ю тубе рассказывать тоже самое посмотрите фильтр фильтр без бумаги я все там оторвал видно или не видно вырвал оставляя остается только губка вот это сверху поролон остальное внутри все выкидывается на зиму на зиму на зиму а на лето нужно приобретать у них даже в продаже у них есть такие которые без именно без внутренних фильтров были но вот как раз когда я покупал они кончились как бы я конечно оставил на лето приобрел бы пустой как они называют нулевой фильтр вот не было пришлось не вырвать потому что бывает так что снегом там забивает и потом не поймешь что мотор не можно вести дымит пыхтит воздуха не хватает оказывается вот такая фигня случается так что это надо делать но у меня вот соседка мне там вертия не менял нет не вытаскивал ничего у него работает нормально вот просто по снегу по такому он не ездит по глубокому не летит он постоянно по этим по дорожкам старается по накатам ну ладно пусть будет так как посоветовали так я сделал ничего больше пока вроде бы вот нам прогнал на снегоходе пока что больше ничего такого я не делал но здесь вот уже надо смазывать эти фиговины тросик тросик обязательно тросики короче попытался его смазать вернее он у меня один раз замерз замерз но видать не сильно чуть-чуть он у меня завелся работал на холостых но газа не давал не мог дать потом маленько поработал заработал я домой приехал снял тросик короче фигню придумал там чтобы сверху наливалась наливать но внутрь все смазалась ничего у меня этого не получилось как я вечером залил уровень масла так он у меня и был выглядеть масло густое было такой жиденько 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 пропиталось но после того у меня ни разу он не замерзал даже даже вот такие дела еще у меня был сновья перекос маленько мотор я двигал чтобы выровнять ремень чтобы ровно стоял вроде бы все тормоза тут вообще этот гидравлика стоит это просто убойные чуть придавился расколом становится очень не нравится тормозами все короче завтра завтра я испытаю по пухляку видео сниму отправлю на youtube сброшу так еще надо будет карбюратор подрегулировать наш клапан не осталось клапана карбюратор после откатки обязательно и все